Девушки отдыхают У нас в гостях капитан волейбольного клуба Тулица. Ольга Андреевна Ефимова. Оля, привет! Сегодня много вопросов, которые хочется тебе задать. И, наверное, начнем с самого сложного. Я долго думал, действительно, с чего начать наше с тобой общение. И подумал, что поставлю тебя в тупик. Скажи, пожалуйста, сколько раз в своей карьере ты была капитан? Очень много. Нет, давай считать. Давай попробуем посчитать. Детская школа. Раз. Юниорская сборная молодежная. Факел нет. Череповец-Челябинск. Ну, я помню, вот так вот, Одинцова уже. То есть, середина сезона, когда я первый раз приехала в Одинцово, у нас была Юлия Меркулова, капитан, но потом по состоянию здоровья она не смогла до конца сезона с нами играть. И вот тогда Вадим Анатольевич Шпанков меня поставил капитаном. Вот это я помню. Давай остановимся здесь, потом продолжим. Детский, юношеский спорт окей, даже сборная, понятно. Но вот первое капитанство в профессиональном спорте, Зарича Зинцова, когда тебя назначил, Вадим Анатольевич, что внутри? Да, меня почему-то часто задают этот вопрос, но я не могу сказать, что у меня какие-то внутри бурные эмоции переполняют. Да, это ответственность определенная, но, опять же, не находясь в должности капитана, я и так, в принципе, могу взять на себя ответственность во многих моментах, как на площадке, так и вне ее. Хорошо, вернемся к нашему экзамену. Зарича Одинцова, дальше. Зарича Одинцова. Я не помню, я в Челябинске играла, но, по-моему, не я капитаном была, но я не помню. Фа нет, Ленинградка, Ленинградка, не помню. Возможно, в Ленинградке я была капитаном, но я не помню. Сейчас можешь говорить что угодно. Как бы можно все посмотреть, зайти по фотографиям, наверное, есть палочка или нет, но вот так вот я не вспомню. Но потом уже, когда я приехала второй раз в Заричи, первый сезон у нас Валерия Гончарова была капитаном, потом она ушла, и Вадим Анатольевич сделал меня капитаном. Уже на второй сезон, потом я приехала в Северянке, я была два сезона капитаном, ну, соответственно, в Челябинске и вот здесь, в Туллице. Вопрос, который также меня интересует. В прошлом сезоне, я вот прям точно не помню количество, но ты набрала огромное количество очков. Сколько это было, ты по-любому помнишь? Нет. Нет, супер. Вот, но их было много. Я помню, да, было достаточно. И как бы часто там можно говорить про блок, да, там, но твои скидки, мне кажется, знают в любой точке нашей страны. Вот, и ты любишь это делать. И причем кажется, что в некоторых ситуациях нужно иметь невероятно стальные нервы, чтобы рисковать, и ты это делаешь. Вопрос, ты хотела быть все-таки атакующим игроком? Потому что я знаю, что ты связующая с детства, но вот почему такое рвение к тому, чтобы зарабатывать очки? Ну, нет, конечно, нет, я не хотела быть атакующим игроком. Но, на самом деле, нападающему, наверное, полегче в плане эмоционально, то есть он может выплеснуть какой-то негатив, позитив, неважно, то есть эмоции, именно в нападающий удар, когда забивает. То есть нам, по сути, и либера посложнее в этом плане. То есть либера-то вообще, потому что они, в принципе, возле сетки не находятся, не могут, да? Да их даже на подачу не пускают. Ну да, и даже из приема только могут забить, и то это редко. И то им не засчитают, засчитают ошибку соперника. Да, 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 получается, не их очко вообще. Так, либера, не обижаемся, это просто по факту мы сейчас. Да, пасующие, ну, могут набрать очки, ну, на подаче, на блоке, и, соответственно, в атаке где-то, если получается. Конечно, очень, как сказать, иногда хочется взять на себя ответственность и забить. Мяч какой-то, схитрить где-то, ну, и немножко побесить тренерский штаб соперника. Потому что я заметила, что все очень сильно нервничают. Когда я скидываю, на блоке меня не ловят, и в защите, если не поднимают, то очень часто именно тренер очень сильно нервничает. Поэтому, а это здорово. То есть ты можешь ломать игру в любой момент. Ну, мне кажется... Соперника идет игра. Мне кажется, в какой-то степени, да, то есть ты, когда вызываешь на эмоции именно тренера, то это нам на руку получается, потому что он начинает, если нервничать, то, возможно, где-то может и ошибиться в дальнейшем. Ну, да, действительно, я очень много скидывала, и особенно в прошлом сезоне. Но здесь, как бы, мне, можно сказать, развязал руки Александр Юрьевич в этом плане. Он даже требовал с меня иногда брать игру на себя больше. И постоянно мне напоминал, потому что бывает все равно, ты думаешь, все равно больше о передаче, больше о каких-то комбинациях, больше как, в какой ситуации лучше паснуть. И то есть именно про атаку, ну, бывает, забываешь просто, потому что где-то заигрываешься. И были перерывы, когда мне прямо Александр Юрьевич подходил и говорил, Оля, бери на себя больше, бери на себя, как бы скидываясь спокойно, давай-то. Даже если я говорю, меня ждут, со мной прыгают, он такой, неважно, вот пускай тебя зачехлят, ну, условно, тогда да, то есть бери на себя больше. Вот, и поэтому ты там раз где-то вспоминаешь и начинаешь дальше продолжать, то есть эти атакующие действия. Вот, и мне это, конечно, очень нравилось, поэтому, наверное, я и столько скидывала. Вообще у тебя интересная позиция, да, потому что многие сравнивают связующих, там, не знаю, может быть, шаблонно скажу, ну, там, с работой дирижера, да, когда вот он руководит оркестром, а ты руководишь фактически, да, игрой своей команды, там, ты сама решаешь, куда пойдет атака, и так далее. Я сейчас не хочу про значимость именно этого амплуа говорить, да, я хочу задать вопрос, вот, как ты видишь эту игру, как ты ее ведешь, вот, когда принимаешь решение, потому что, ну, это не то, что мгновение, это доля секунды, когда ты должна сделать эту передачу, причем не потеряя в качестве, да, в момент, пока ты думаешь. Но здесь, да, здесь есть свои сложности, можно сказать, потому что все равно какой-то шаблон, ну, допустим, у тебя есть приблизительно, плюс-минус, что ты сделаешь там с такого приема, ну, с позитивного, с негативного, с защитных действий, но все равно приходится часто очень по ситуации делать передачу, потому что, ну, может прием быть не такой, как ты ожидал, условно, с защитой там и так далее. То есть где-то сеточные мячи, где-то просто риск уже идет, то есть ты понимаешь то, что, ну, у одного игрока не получается, у второго ты там рискуешь, кидаешь, ну, какие-то там выбитые мячы первому темпу, ну, то есть вынуждены, наверное, с доли риска. То есть бывает по-разному. Мы с тренерским штабом можем обсуждать, допустим, плюс-минус, какая тактика у нас на игру, то есть куда мы больше будем использовать, ну, то есть какие передачи либо там в длинную сторону, либо там от зоны играть, от фаз, ну и так далее. То есть какие комбинации, как больше использовать лучше именно с этой командой и так далее. Но на игре все равно по ситуации ты действуешь. В любом случае у тебя есть определенное, как бы, понимание, как играть, с какой командой, как лучше разрывать и, как бы, где больше эффективность будет. То есть либо там маленькая связка на блоке, больше через нее, да, либо первый темп бросают, там, либо с одним блоком прыгают, поэтому больше темпом играть. Ну, то есть вот такие какие-то вещи. Но опять же говорю, когда летит мяч уже, то есть прямо само окончательное решение, скорее всего, в моменте происходит уже. То есть даже если ты задумал там постнуть первому темпу, ну, условно, приема нет, то, ну, все, уже как бы края играют. Смотря на твою игру, понимаешь, что нужно обладать, знаешь, таким вот каким-то стальным характером, потому что когда смотришь, вот как ты ведешь игру, да, даже я сейчас не про передачи говорю, а вот именно про взаимосвязь там на площадке, именно встряхнуть команду, в какие-то моменты что-то не идет, прямо видно, как ты топаешь ногой, разворачиваешься, и потом уже все почему-то сразу становятся шелковыми, видно, что ты успеваешь им сказать. Вот для связующего вот это стержень, он насколько важен? Ну, я считаю, что важен, потому что все равно связующий игрок, он как бы, ну, соединяет, связывает, да, не зря такое у нас название нашего амплуа. И поэтому я считаю, что с игроками в любом случае нужно взаимодействовать, но взаимодействовать правильно нужно. И у меня тоже не всегда это получается. На самом деле, может быть, это кажется... То есть перехлестывают эмоции иногда? Да, конечно, иногда перехлестывают, и вот даже, ну, далеко не ходить в прошлый сезон в Челябинске, то есть с девочкой обсуждали, и какие-то моменты после игр, и они говорили там, ну, чуть-чуть поспокойнее. То есть иногда ты начинаешь, ну, заводиться сильно, и, говорит, это мешает, чем помогает. То есть я говорю, да, спасибо, что сказали, здорово, я, ну, буду следить. То есть это здорово, потому что мы, ну, коммуницируем друг с другом, и из этого выливается хороший результат в дальнейшем, то есть потому что есть именно вот такие разговоры. Конечно, у меня тоже иногда эмоции перехлестывают во время игры, и я могу резче сказать, чем нужно, допустим, как-то игроку потребовать с него как-то жестко, так что ли сказать, когда можно и мягче, то есть. Но все равно я сейчас, конечно, уже, можно сказать, с возрастом стараюсь сдерживать эмоции, стараюсь спокойно объяснять. То есть на какую-то, можно сказать, агрессию, это уже в крайнем случае. Перехожу, когда ты человеку там неоднократно 150 раз сказал, а человек все равно, ну, не понял. Наверное, тогда я могу уже прям, ну, прикрикнуть и как-то вот встряхнуть игрока. Но опять же, это мое видение, и я не знаю, может быть, я и неправильно делаю, но я так же девочкам говорю, если вам, ну, вас что-то смущает или что-то где-то не нравится, вы говорите, потому что, как бы, я вижу со своей стороны это так, они, может быть, по-другому, может быть, кому-то это, кого-то это давит, и они не могут раскрепоститься играть. То есть такое тоже может быть. Да-да, но сейчас небольшая пауза, просто я ищу ваши кроссовки. Да-да, вы не ослышались, именно ваши кроссовки. Может, они здесь, а, или, может, там. А может быть, они здесь, и вообще, давайте не мы будем выбирать ваши кроссовки, а вы сделайте это сами. Тем более, что мы вместе с нашим партнером, магазином оригинальных кроссовок «Тамалакс», решили разыграть среди наших зрителей одну пару невероятно крутых кроссовок. Пусть вам улыбнется удача выполнять условия, которые найдете вот там, в описании, и выберите себе сами одну крутую пару кроссовок. А их здесь просто невероятное количество. Совсем недавно нашим героям я начал задавать один вопрос, и мне почему-то так он нравится, что я решил всех им мучить. Это даже не сколько вопросов, это сколько творческое задание. Пожалуйста, расскажи всем, мне, зрителям, всем, кто здесь у нас на съемке присутствует, кто такая Ольга Ефимова? Попиши себя. Начинается. Ага. Я умею. Ольга Ефимова целеустремленный человек. Добрый. Ну, я себя считаю добрым все-таки. Сейчас где-то часть команды смеется в этот момент. Ну да, мне кажется, многие, не только команды. Веселая, общительная, жизнерадостная, спортивная. Все, наверное. Ты родом из Челябинска, и так складывается, что я, может быть, даже не ошибусь, я скажу, что Челябинск такая, знаешь, кузница волейбольных талантов. Да, огромное количество спортсменов именно выходит из этого города, и все эти имена на слуху, все их знают. И ты одна из них. Как вообще так получается? Я знаю, что у вас есть потрясающий тренер в Челябинске, который достаточно суровый, достаточно жесткий, но при всем при этом спортсмены, которые прошли школу этого тренера, показывают потрясающий результат. Расскажи, пожалуйста, об этом тренере, потому что мы как-то всегда образно об этом говорим, и никакой конкретики. Слушайте, но там не один же тренер работает. Все знают, конечно, Сухову Людмилу Владимировну, так как она, можно сказать, основатель этого всего. Именно с ней Челябинск вырос в детской спортивной школе и начали завоевывать медали. Но, конечно, одному человеку не справиться. У нее очень хороший тренерский штаб и такие тренеры, как Наталья Сергеевна Шестаева, которая непосредственно мой тренер. Я с ней, мне посчастливилось с ней с начала и до конца провести как бы все свои года спортивные. Она вот, да, нас растила, воспитывала нас, можно сказать, потому что с тренером, мне кажется, мы проводили больше времени, чем с родителями. Но это так и есть. И то есть свой вклад, можно сказать, и в воспитание она тоже внесла. В какой момент ты поняла, что вот эти дороги, которые шли, да, твоя жизнь и волейбол, и что они все-таки должны вот до сегодняшнего дня, как минимум, до конца этого сезона, как и железного сезона, да? Как ты поняла, что эти дороги должны идти по одному направлению? Я скажу, как я поняла. Скажи мне. Потому что у нас все было непросто так. Ну, понятно. У нас были жесткие тренировки. Их было очень много. И летом у нас не было фактически, ну, понятно, мы дети, у отпуска и нет, но каникулы, как говорят, да? У нас их никогда не было. Нас максимум отпускали картошку копать. Пока все нелогично, если честно, пока дорожки расходятся. В общем, как получилось. То есть я со второго класса, ну, можно сказать, занимаюсь волейболом. С пятого класса у нас был спецкласс, уже нас собрали, ну, команду нашего возраста. Мы просто собирали для дальнейших игр и тренировок вместе, уже совместно. И, соответственно, каждый год мы ездили в лагеря летом. А это в основном, ну, чаще всего по две смены, 21 день смена. Это по четыре тренировки в день. График примерно такой, пять к полутора. То есть даже шесть к одному. И так каждое лето, много-много лет подряд. И когда в девятом классе, ну, ты когда учишься, девятый, одиннадцатый класс, экзамены, да, сдаем. И, соответственно, после девятого кто-то может уходить куда-то в техникум, кто-то в другую школу переходить. И когда встал вопрос, уже, я помню, в девятом классе остаемся мы, ну, дальше, в десятом, одиннадцатом продолжаем также заниматься волейболом. И у нас, ну, у меня были в классе девчонки, которые уходили в обычную школу, чтобы потом поступить, ну, куда-то в институт нормальный и так далее. Вот, уже поменьше заниматься волейболом. То я сказала, нет, извините, я возьму все по максимуму с волейбола. То есть, типа, вы меня так пытаете, я выжму с него все. Да, примерно так и было, да. Правильно. Примерно так и было, потому что я помню все эти тяжелые тренировки наши, что мы летом вообще не отдыхали, а обычные дети, не занимающиеся спортом, отдыхали у бабушек, дедушек и ездили куда-то еще, может быть, на моря. То есть, мы не ездили, мы в лагере пахали на песке, там, бегали, прыгали и так далее. Я думаю, ну, это что, все зря было? Вот тогда у меня были такие мысли. Это все не зря. Раз уже я пошла, надо идти до конца. То есть, я тогда так думала. Как родители вообще поддерживали твое вот это увлечение? Абсолютно замечательно. Они сказали, делай что хочешь в плане волейбола, мы тебе никак препятствовать не будем. И даже когда было тяжело, я говорила, мне все надоело, и я устала, и мне говорили, ну, не нравится, уходи. А я думала, как так? Класс. Я думаю, как так, уходи? Нет. А есть еще вариант? А вариантов больше не было. Я думаю, нет, уходить я не готова. И все, и дальше, то есть, ты как-то где-то терпишь, перетерпишь, смиришься с какой-то ситуацией, и дальше пойдешь работать. Вот. Меня всегда поддерживали родители, даже когда я решила уехать из города, из родного, это было тоже очень тяжело, очень тяжелый шаг, потому что ты никогда не жил отдельно. И здесь все твои друзья, ну, можно сказать, а там непонятно, что тебя ждет. Вот. И было тяжело сделать, пойти на этот шаг, но я помню, меня тогда папа поддержал очень хорошо, он сказал, Оль, делай так, как считаешь нужным, ты уже большая девочка, я тебя в любой ситуации поддержу, и поэтому я думаю, ну, значит, уже пора. Пора, наверное, поехать куда-то. Вот. Поэтому родители только забыли всегда. В этом сезоне ты защищаешь цвета Туллицы, да, мы с тобой уже частично поговорили о том, что ждала ты долго варианта, чтобы именно остаться в Челябинске, но так случилось. Что вообще можешь сказать про вот эту команду, а почему именно приняла решение перейти именно в Туллу? Просто поступило предложение, и сказали, что очень хотят меня видеть в команде, может быть, наверное, на этом мне польстило еще. Поэтому я, наверное, начала раздумывать над этим предложением. В принципе, по контракту меня устроили условия, и очень хотелось поиграть на такой арене, как Тулла-арена, потому что это огромный комплекс, всегда очень много болельщиков, которые бурно поддерживают команду, и хотелось именно как на домашней арене себя почувствовать. Еще, кстати, последняя твоя награда, это бронза-кубка, как раз была добыта в Туллу-арене. Вот это как-то добавляло тоже какого-то позитивного момента, когда ты принимала решение продолжить карьеру именно в Тульской команде. Ну да, в том числе и да, тоже, потому что, я еще раз повторю, что бурная поддержка вот эта в Туллу-арене, болельщики невероятные, и очень понравилось нам тогда играть, именно за третье место, вся атмосфера была шикарная. Ты капитан Туллицы, и вот с этого сезона появилась у команды такая история, что после матча они ходят благодаря всех болельщикам, такие круговые аплодисменты. Понятно, что это когда-то было, но сейчас на постоянной основе. После матча вы тратите огромное количество времени, чтобы со всеми желающими сфоткаться, расписаться и так далее. Вот это как ты там привил, как капитан, приходилось заставлять кого-нибудь из игроков, или это как-то естественным каким-то путем у вас идет? Ну, общение с болельщиками, это все добровольно, конечно, автографы и так далее, фотографии. Никто никого не заставляет. Но поблагодарить болельщиков, если честно, я уже не помню. Мы просто обычно всегда кричим в кругу и хлопаем, стоя болельщикам. И потом в какой-то момент, если я не ошибаюсь, может быть, Анастасия Дмитриевна сказала, давайте всех поблагодарим болельщиков и пройдем круг. И, наверное, с этого вот и началось. Но это всегда очень приятно благодарить болельщиков, потому что они хлопают, они очень радуются, шлют воздушные поцелуи. Это просто, ну да, это здорово, это приятно, ну, всегда. То есть, поэтому, да, мы каждый раз после выигранной и проигранной игры, ну, в принципе, после игры в своем зале мы каждый раз делаем такой круг почета, можно сказать, благодаря наших болельщиков. Ты знаешь, я вот недавно поймал себя на мысли, что вот вспоминая, там, отматывая время назад, да, несколько лет назад, когда были карантинные времена, когда были пустые трибуны, и сравниваешь с тем, что происходит сейчас, ты понимаешь, что это, ну, может быть, грубо скажу, но это даже какой-то не волейбол там был, потому что сейчас это такой праздник, так вот люди живут этой игрой. Насколько вот тебе ощущается, вот, если даже сравнить, да, тот период и вот сейчас, насколько для игрока важна вот эта атмосфера, потому что многие игроки, поясню свой вопрос, кто-то говорит, что мы абстрагируемся, да, мы слышим поддержку, но у нас основная игра, основная победа и так далее. Вот внутри процесса что вы чувствуете на площадке? Ну, в принципе, я тоже из тех игроков, кто абстрагироваться умеет от внешнего шума, но это невероятно, когда зал шумит, гудит, кричат, и когда был карантин, ну, можно сказать, игры проходили как будто бы в тренировочном режиме. Очень было грустно на самом деле и печально, что не могут прийти болельщики и, ну, за нас так болеть. Мы понимали, что они смотрят трансляции, понимали, что они где-то там с нами в сердечке, рядышком, но все равно это, конечно, такие настолько разные вещи, когда здесь и сейчас за нас болеют, и когда вообще никого нет практически на трибунах. Поэтому это были грустные времена, я могу так сказать, когда был карантин, потому что сейчас, я говорю, это что-то невероятное, то есть ты даже вроде и абстрагируешься, но все равно слышишь в перерывах, ну, как бы, выходя на подачу особенно, как все кричат, поддерживают, болеют, и мы даже друг друга не слышим на площадке, иногда приходится так перекрикивать, чтобы услышать, кому-то что-то сказать. Это, конечно, очень здорово. В общем, этот ответ говорит только об одном. Ребята, в каком бы вы городе ни находились, ходить на волейбол, правильно? Обязательно. У тебя прекрасная карьера, ты играла в разных клубах, к тебе максимально тепло относятся болельщики, тебе до сих пор пишут болельщики даже из тех клубов, где ты играла давным-давно. Да, мне очень приятно вообще, потому что даже играя в Одинцово, там, сколько лет назад, условно, уже прошло, люди пишут из Одинцова, из Северянки, из Щелябинска, и вообще, из Саратова даже пишут, хотя я там не играла. Мне прям это греет душу. Я всегда стараюсь всем отвечать, болельщикам, потому что, ну, считаю, нужно с болельщиками все равно поддерживать общение. Поэтому мне очень приятно, это здорово. Твой переход в Северянку, раз ты сама затронул чуть эту тему, был для многих неожиданным, потому что ты играла в командах Суперлиги, да, и потом ты решила вот идти в Высшую Лигу А. С чем вообще было связано такое решение? Потому что я думаю, что, ну, как минимум, многих это удивило. Да. Так получилось, что это такой, можно сказать, немножко переломный момент в моей карьере, потому что поступило предложение от Северянки, и оно очень мне понравилось. По условиям контракта меня все устраивало. и плюс были задачи выйти в Суперлигу, то есть попросили помочь, сказали, Оля, нам нужна помощь именно связующего игрока, потому что девочки молодые, чтобы их направляли, пожалуйста, давай приезжай. И я долго думала, не скрываю, потому что Суперлига ВШК все равно уровень разный, но все-таки согласилась, потому что думаю, ну, хорошие условия, почему бы и нет, почему бы и не попробовать. Единственное, что я переживала, что уйдя в ВШК, а потом будет сложно возвращаться в Суперлигу, но как бы так не получилось, слава богу. Вернуться было просто, и особо сложности не составило мне никаких. Знаю слух, давай я буду на него опираться, что вот именно в Северянке ты сама сказала, что тебя попросили помочь, и что ты там чуть ли как не тренер работала, ты на таймаутах могла чуть ли не сама их проводить, потому что какой-то разбор, более молодые игроки, а было ли так действительно, или все-таки это какие-то, знаешь, там сторонние разговоры, на которые я поддался, решил точно. Ну нет, так было, да, действительно, у нас тренер Роман Владимирович Самбурский, эти два сезона я с ним работала, он немного мягкий в плане, чтобы девчонок тряхануть. Знаете, как бывает злой, добрый полицейский, то есть он был добрым, вот, потому что он все пытался спокойно объяснить девочкам, но иногда просто, да, надо действительно тряхануть, потому что молодые игроки где-то бывают, вообще витают в облаках, им говоришь, они вообще вот стоят там, я не знаю, по трибунам смотрят, кто пришел в зал, условно, там у нас игра, вот, где-то, да, приходилось встряхивать, и, ну, я брала на себя, получается, эти моменты все в игре и на тренировке. Это комфортно, потому что, ну, можно словить какое-то непонимание там у напарниц, у девчонок, или они все-таки, опираясь на твое? Слушайте, они знали, они знали, кто к ним приходит в команду заранее, уже все боялись, а мне это нравится, когда меня чуть-чуть боятся, но мы знали, и, в принципе, вы же тоже понимаете, все требования от меня, они же не с пустого места берутся, то есть мы неоднократно на тренировках обсуждаем очень много моментов, и, соответственно, если на игре происходят какие-то ошибки, которые они, ну, девочки не выполняют, это тактические какие-то, либо технические, то есть приходится с них требовать, ну, то есть не просто так кричать и ругать, а нужно потребовать где-то, поэтому все спокойно относились, не было ни разу никакого конфликта, ни разу никто мне ничего там не сказал, что почему ты на нас так ругаешься, либо еще что-то, если я видела, что у них, ну, как-то они, настроение падает после того, как я сказала, такие губы губы надуваю, то есть такое, я подходила, соответственно, чуть попозже, там, какое-то время, ну, там, минут 10, допустим, да, остыть, подходила и говорила, она тоже понимает, что это не просто так, вот-вот, вот это, вот это, то-то, то-то, то-есть, и все, и все адекватно вроде как бы реагировали, но я знаю, что девчонки по мне скучают, северянки, они сами об этом говорили, даже если вы не скучаете, она знает, что вы скучаете, нет, это правда, потому что писали и говорили, и говорили, нам тебя так не хватает, вот именно иногда, вот, чтобы кто-то нам чуть-чуть, вот, нас тряхнул, как ты это делала, наверное, мне кажется, что я делала все правильно в тот момент. Вопрос, который, я уверен, ставит всех спортсменов в ступор, но я буду пробовать, у тебя много ярких матчей в карьере, понятно, что все невозможно запомнить, но все-таки, можешь вспомнить один из самых ярких матчей, который вот, вот прям, не знаю, олицетворяет волейбол, вот олицетворяет твою карьеру, и вот ты начинаешь думать и сразу вспоминаешь его, есть ли такая игра? Но, я не могу конкретно, вот какая-то одна игра, вот так вот, сказать, что какая-то одна игра, прям, невероятная была в моей жизни, их, ну, несколько было, вот, я очень хорошо помню наши юниорские соревнования, за юниорскую сборную, когда мы играли чемпионат мира, когда мы ехали туда и думали, что мы вообще в восьмерку даже не попадем, ну, правда, потому что мы до этого играли, соответственно, готовясь на сборах, играли турниры, ездили, и мы там очень много всем-всем проигрывали, и поэтому мы ехали на чемпионат мира, мы думали, дай бог попасть на вообще в восьмерку. Но, туда приехав, у нас как пошло, поехало, мы начали выигрывать команды Бразилию 3-2, Китай 3-2, то есть мы сами от себя в шоке были, и вот эти игры, я прям помню, я прям помню, как мы, ну, играли, какая была, ну, вообще энергия, как гудела голова, я помню, потому что мы кричали, ну, еще вдруг, ну, как бы выигрывали, там столько криков, эмоций было, и я помню, в какой-то момент я стояла у сетки, у меня прям пульсировало в голове от того, что вот я кричу, то есть мне казалось, я в обморок упаду, вот именно от этого напряжения, и после этих игр ты еще не можешь всю ночь уснуть, потому что это, ну, такой выброс адреналина, такой стресс для организма. Эти вот матчи, я прям помню, они были очень тяжелые, очень сложные, и мы очень много в пяти партиях побеждали, и я помню, было очень тяжело и сложно, именно когда мы за третье, место играли, и когда мы выиграли, невероятные были эмоции, я вот как сейчас помню, когда мы ушли там, ну, у нас не раздевалка была, мы играли где-то за городом, получается, и у нас такой какой-то комплекс был, ну, можно сказать, дом такой, одноэтажный, и мы после, ну, из зала выходя, зашли вот в этот дом, пошли мыться в душ, мы там что-то все затопили, потому что все мылись одновременно, там текла вода везде, столько радости, и я вот почему-то прям помню этот момент, мы там так радовались, столько эмоций, столько счастья, мы даже не могли поверить в свое счастье, что мы заняли третье место, потому что, вот я еще раз повторюсь, мы ехали и думали, что мы в восьмерку вообще не попадем, с тем, как мы играли до этого, и вот эти игры никогда не забуду, они прям, ну, хотя и были очень давно, я их прям помню, как сейчас, а в принципе, ну, было, да, действительно много игр эмоциональных, и, как сказать, кайфовых, тоже вот далеко, если не ходить, в прошлом году за третье место здесь, в Туле, в стуле, я играю за динамом метар, мы играли, и было 5-сетовая игра была, 2-0 вывели, 2-2, по-моему, да, это вообще какие-то тоже невероятные качели, и, ну, в пятой партии, как-то вот, ну, наверное, чуть-чуть удача была на нашей стороне, и в нужный момент там девочка включилась в атаку, слава богу, и вот как-то там подряд забивала очков, мы вышли вперед, и там уже довели до победы эту игру, и там тоже были суперэмоции, потому что, когда ты, ты хочешь победить, но, как сказать, не веришь, наверное, в это, еще изначально думаешь, да как так вот, как мы прошли, как мы попали в одну четвертую, конечно, мы хотели, и мы шли к тому, чтобы максимально там сыграть, максимально какое-то место призовое получить, но когда вот именно это происходит, и ты занимаешь это третье место, невероятные эмоции вообще, то есть, я не знаю, но мы, ну, до конца что ли не верили, мы еще стояли на награждении, и на награждении, получилось ли, да, и я стою такая, Челябинск, третье место, Челябинск, третье место, то есть, вот так, мы сами не верили в это, это здорово, это круто, это такие эмоции, поэтому, и, наверное, еще на оставшуюся середину сезона, ну, половину, вот этого заряда хватило, да, то есть, потому что мы можем, ну, то есть, мы поверили в себя, что мы можем, эгэй, то есть, прыгнуть еще дальше, сейчас вопрос, наверное, который часто тебе задавали в разных интервью, я как готовился, и я знаю ответ на него, поэтому я хочу чуть-чуть более развернутый получить, есть одна игра, которую ты сказала, что ты не готова еще пересматривать, нет, я не буду, наверное, потому что, потому что, то, что было в тот день, да, это максимально сложная игра, это игра за бронзу чемпионата, да, мы говорили про бронзу, эпизод кубка, да, а сейчас чемпионат, это самая сложная игра в твоей карьере? Одна из самых сложных, и почему ты не хочешь ее пересматривать? Ну, я не знаю, но эта игра, блин, я даже не знаю, как объяснить, потому что, что очень сложно было в тот момент, заплачу, мне кажется, нужен перерыв, тайм-аут, ты начинаешь напоминать и это вообще капец. Это вырежу, это не нам показывают, никто не должен видеть, что я плачу. Эта игра, да, была одна из самых сложных, наверное, в жизни, потому что это была последняя игра этого сезона, в принципе, того сезона. Невероятно длинного для тебя. Невероятно длинного, потому что, мне кажется, на тот момент, мне казалось, мы сыграли все игры, которые только можно было сыграть. Ну, вот правда. И это была последняя игра, и, конечно, очень сильно хотелось выиграть, и очень хотелось занять третье место, потому что, ну, в моей карьере несколько было игр за бронзу чемпионата России, и ни разу не получилось как бы выиграть, к сожалению, медаль получить. И это одна из... Ну, на тот момент, я, конечно, об этом не думала, я просто играла, и хотелось просто выиграть, но было невероятно тяжело, потому что мы играли пятую игру из пяти игр возможных, и, по-моему, если я не ошибаюсь, три были пятисетовые, и когда у тебя уже нет сил и эмоций, и вообще ничего уже, и ты просто стоишь, ну, только желание выиграть и занять третье место, и на этом желании ты играешь, очень тяжело, да, правда. То есть, я не знаю, мы там выжатые были все как лимоны, но я думаю, и протон точно так же, мы в равных условиях были. Просто, наверное, я психологически еще не готова посмотреть эту игру, потому что было очень сильное разочарование, видя столько очков, проиграть. Я попрошу планшет. Я, во-первых, хочу извиниться за то, что сейчас будет происходить, заранее. Не надо это смотреть. Я, естественно, не буду просить тебя пересматривать игру, у нас нет столько времени, но у меня есть два эпизода. У меня есть два эпизода на планшете, и я очень сильно хочу попросить тебя описать свои эмоции внутри в конце каждого из этих двух розыгрышей. А это какая игра? Сейчас все увидишь. Это та самая игра. Пятая? Это пятая игра, это пятая партия. Всего два розыгрыша. Всего два розыгрыша, и вот первый из них. Что вот в тот момент, попробуй вспомнить, был у тебя внутри, когда кажется, что сил вообще уже, ну, как ты сказала, нет. Пятая партия, так получается, что вы играете на поле соперника, и вы идете 10-4, да? Три. 10-3. Ты опытный игрок. У тебя было много всего, и сборная, и клубы, и разные клубы. Вот в этот момент о чем ты думаешь, что вот, по-моему, все? Нет. Никогда такого нет. У меня никогда нет, пока ты не доиграешь до конца, до последнего свистка игру, никогда нельзя думать, что ты уже выиграл. При любом счете. Хоть это 23-1 еще, условно. То есть, неважно. Потому что, так же, как до свистка, если нет свистка, продолжай играть. То есть, никогда нельзя думать раньше времени. Это женский волейбол. Все может перевернуться вообще. Вы прекрасно знаете, что есть, в принципе, качели, а-ля условно 8 очков разница. То есть, кто-то 8 подряд очков набирает, или 10, либо еще что-то. То есть, у меня никогда такого нет. И в тот момент я думала, ну, только радовалась за Жанну, потому что она забила скидкой мяч. Я знаю, что эту скидку она отрабатывала в течение сезона. И я очень сильно радовалась именно в тот момент, что у нее получилась эта классная скидка. Наверное, так. Ты знаешь, какой следующий момент будет? Нет. Это та же игра. Спасибо, Кирилл. Василий Иван. Спирскайте страхует Боброва, Смеленко. Датина идет на мяч. Касплова здесь Спирскайте. Смеленко. Долгий раз, еще. Спирскайте обатакивает. И что? И вот здесь про эмоции, про то, что вот я много у тебя спрашивал про характер и про так далее. Вот вот в эти моменты, когда ты понимаешь, что вот сейчас, после всего того, что вы сделали, долгий розыгрыш, когда каждая атака может стать последней как для одной, так для другой команды, в вашем случае спасительная, продолжение игры. Вот вот там чего, как вообще происходит? Ну как? Ну не знаю, поэтому и спрашиваю. Ну, блин, там очень все волнительно, нервно, напряженно, и, как объяснить это, очень переживательно в этот момент, но просто пытаешься себя успокоить, и надо, надо, ну, то есть, дальше, неважно, какой счет был, какой сейчас, то есть, и стараешься, как бы, не знаю, какое-то, может быть, отчасти расстройство, куда-то задвинуть подальше и дальше продолжать играть, но здесь уже, как бы, ну, конец игры, ну, что, здесь просто было расстройство. Первые секунды, когда вот первые секунды, когда начали показывать, что было касание, ты тоже активно это делала, и вот потом, когда понимаешь, что все, сезон завершился, и, ну, не хватило, да, вот, даже не шажочка, наверное, а вот чего-то такого, я знаю, что ты был одним из тех людей, кто пытался все переживание оставить внутри, чтобы максимально поддержать команду. Ну, да, таким было. Как, откуда это вообще? Откуда вот взять эти, ну, силы откуда эти взять, когда, когда хочется, наверное, на себе все порвать, все бросить и сказать, наверное, до свидания? Ну, наверное, в тот момент я так устала уже, что ты же, когда расстраиваешься, плачешь еще, это же тоже эмоции. Мне кажется, у меня просто не было сил уже не плакать, не переживать, не расстраиваться. Просто было, я помню, что было очень сильно обидно, очень сильно, то есть я стояла, вот это вот какая-то обида, вот внутри она была. Ну, и все, наверное, то есть, ну, и вопрос, наверное, как? Как можно? Почему? Почему и как? Ну, только вопрос в голове и какая-то вот обида. Не знаю, я просто подумал, что сейчас, если я еще буду плакать, то мне еще хуже станет, чем есть. И будет вообще плохо, я до дома не доеду просто. Поэтому я думаю, я потом попереживаю. Сейчас надо поддержать всех, ну, и тренерский штаб, и девчонок, потому что, ну, очень тяжело было поверить в то, что мы были в маленьком шаге от победы и сами его упустили. Но так бывает. Субтитры сделал DimaTorzok Наш финальный блок сегодняшнего разговора, и он такой, может быть, добавим романтики, волшебства какого-то. Скажи, пожалуйста, Оля Ефимова, вот эта замечательная девушка, она вообще мечтательный человек? Любит там, не знаю, помечтать, верить в какие-то чудеса и так далее? На самом деле, все мечты раньше были связаны почему-то со спортом. Мне хотелось, ну, играть очень хорошо, хотелось везде все выигрывать, хотелось вот попасть в сборную, выиграть медали сборной и так далее. Это чемпионат мира какой-то. То есть, вот такие были все мечты. Но сейчас уже, да, сейчас уже, конечно, есть и какие-то планы, и мечты уже о семейной жизни, о детках. Ну, наверное, больше вот как-то с семьей связаны, наверное, такие мечтания. и чтобы все здоровы были. То есть, в наше время как-то хочется, чтобы никто не болел и все были здоровы, особенно близкие родственники. Но если так, в принципе, сказать о путешествиях, а еще в чем-то, да, действительно, есть, конечно, мечты съездить в одну сторону, в другую сторону, не буду говорить, это мои мечты. То есть, какие-то свои, наверное, первые шаги вне спорта, как мне хочется, как бы это было, поэтому, да, есть, но они, наверное, не прям грандиозные. Вот. Как хотелось бы. Самое главное, что они есть. Да, Дальше немножко провокация про эти же мечты. А есть ли мечта в спорте, которая вот к данной минуте, к записи этого интервью, еще не сбылась? И, возможно, ты думаешь, что вот эта мечта, наверное, вот тебя, как спортсменки, уже не реализуется. Когда ты задавал этот вопрос в процессе, у меня появился ответ, да, есть, но когда ты сказал, что не реализуется, мне как-то стало грустно и сразу почему-то, и сразу и ответа нет, но... Хорошо, давай та мечта, которая еще есть. Есть и которая может реализоваться. которая может реализоваться. это медаль чемпионата России. Медаль чемпионата России. То есть задача по-прежнему эта у тебя стоит и... Ну, очень бы хотелось, да. Продолжай мечтать. в каких трех топ-клубов вообще можно во всем мире Ольга Ефимова мечтала бы сыграть? Я не могу сказать, что сейчас эта мечта есть. Вот раньше была. Раньше как-то, ну, вот лет пять, может быть, назад. То есть мне очень хотелось поиграть в таком клубе, как Динамо Казани, очень хотелось поиграть в Динамо Москве. Но опять же, поиграть. Приехать туда и стоять на замене мне не хотелось. И поэтому, наверное, я и не выбирала такие клубы более высокого уровня. То есть мне я всегда хотела играть и уходила в те клубы, где эта возможность есть. Сейчас, ну, я не знаю, мне кажется, я поиграла во многих клубах и я очень рада, что в каждом клубе, о каждом клубе у меня есть какая-то история, то есть положительные моменты, ну, возможно, и негатив, ну, всякие разные. И поэтому сейчас уже нет такого, что я бы хотела там поиграть, вау, вообще круто. Я бы хотела играть, наверное, там, где мне комфортно, где классные девчонки, хорошая команда, суперский коллектив, хорошее взаимодействие с тренерским штабом, вот, наверное, так. А какая-то команда, в каком городе, мне уже все равно. Много ты сама это говоришь, много о том, что вопрос завершения карьеры, можно говорить, переостановки, можно говорить, завершений, сейчас актуален для тебя. Да. И ты уже даже в этом году много об этом говорила. История, мы опять отматываем назад время, девочка из Челябинска, которая начала свой путь в волейболе именно там, и ты говоришь, что в прошлом сезоне ты, ну, вот сколько можно, ты ждала, что вот предложение Челябинска все-таки поступит. Да. Это история из фильма, когда вот если бы так, если бы вот так заканчивать, это вот максимально такая волшебная сказка, где начала, там и поставила красивую точку. Или это все-таки, ну, просто тебе комфортно, что это было дома? Да, ну, наверное, да, скорее, это просто комфортно, что дома. Во-первых, очень сложно переезжать из города в город каждый сезон, как я это любила делать, если вы не заметили. Вот, то есть у меня очень часто меняло клуб, и это каждый раз переезд, это собирать вещи, разбирать вещи, искать квартиру, очень много, ну, затрат, наверное, на это все в плане, что времени, сил. Это и здорово, с одной стороны, ну, увидеть новый город, новые люди, это классно, ну, интересно, но ты все равно устаешь от этого, все равно. А дом, ну, дом есть дом. Когда ты там родился, ну, ты знаешь, там каждую улицу практически, там рядом семья, друзья, то есть, ну, не знаю, как это еще, прям, ну, вот дома ты, в тепле, в уюте, вот так, наверное, это мне ощущается, и, конечно, мне уже не хотелось уезжать, наверное, из дома, вот. Но, опять же, я считаю, что все, что не делается, все к лучшему, поэтому это я потом уже пересмотрела все эти моменты, и был же такой момент, я хотела поиграть в ту улицу, ну, условно, у меня был такой, ну, как мини-мечта такая, что мне хотелось поиграть за этот клуб, и как-то были там, ну, переговоры, не складывалось до этого, здесь сложилось, и, в принципе, я думаю, ну, я же хотела, вот, пожалуйста, ну, едьте, играйте. Еще одна мечта? Да, пожалуйста, пускай она там не такая грандиозная и огромная была, и доступная, в принципе, и вот она, ты просила, хотела, вот, получи. И поэтому я думаю, ну, хорошо, как бы, значит, мне нужно еще съездить, еще поиграть, еще посмотреть другой город, посмотреть других людей, и немножко выйти из своей зоны комфорта. Вот, значит, еще не время, поэтому так. В одном из интервью ты сказала, что если бы у тебя не было контракта с Тулой, вот в конце вот этого сложного для тебя прошлого сезона, ты бы, возможно, уже тогда поставил точку. Договоренности, я бы так сказала. Ну, да, если бы не было договоренности, да, ты бы, собственно, не, может быть, и не продолжил карьеру. Да, это правда. Когда закончился сезон, я думала, зачем, зачем, я пообещала. А с точки зрения спортсмена, вот, такой удар, потому что я, ну, по-другому, вот, тот матч невозможно назвать, да, вот, ну, всегда принято говорить, там, уйти на хорошую ночь. нет ощущения, что если бы вот не было этой такой устной договоренности, ты бы не перешла в Тулу, что потом, я, может, сейчас масштабно скажу, но, сойти с ума, когда, когда ты понимаешь, что твоя карьера закончилась вот такой сложной игре и закончилась вот так вот не в твою пользу. Ну, это смотря с какой стороны посмотреть, как говорится, без поражений побед не бывает, и, если весь сезон смотреть в целом, мы заняли третье место на Кубке России, а это тоже ого-го, извините, не так-то просто и было, и медальку одну-то мы повесили себе на грудь, конечно, хотелось еще, но давайте будем честными, мы, правда, не думали и не верили, что мы можем попасть в четверку лучших. Просто на тот момент у нас все как-то сложилось в тех двух играх с Казани, где-то у Казани что-то не пошло, а у нас пошло все, и поэтому мы выиграли, попали в четверку, я считаю, мы и так прыгнули выше своих возможностей на тот момент, и это уже огромное достижение сезона и нашей команды, поэтому, конечно, было обидно, что не получилось, но я говорю, то есть это может быть на первых этапах какие-то вот эмоции, когда еще гатораны не зажили после обидного этого поражения, но в целом, если смотреть на сезон, мы его очень прекрасно провели, мы боролись до конца, мы играли пять игр, то есть мы там не в три игры сыграли с Протоном, а играли пять игр и боролись, и хотели выиграть. Финально, что должно случиться, чтобы в следующем сезоне, когда мы все будем опять жить вот в этом предвкушении, в первом туре женской суперлиги, мы увидели Ольгу Ефимову все-таки в качестве игрока. Есть хоть ли малейший шанс, что твоя карьера в этом сезоне, давай пока говорить там пауза, но есть ли шанс, что она все-таки продолжится в следующем сезоне, именно сначала, или пока таких вариантов абсолютно нет? Ну, пока я не рассматриваю, наверное, именно, может быть, сначала, или вообще я для себя точно знаю, что мне нужно отдохнуть, потому что... Я вспомнила сейчас интервью, которое мы давали в писемной форме, и очень много людей писало, ой, что вы, бедные, несчастные, там устали, ну, где-то в комментариях там еще что-то. Было такое. И, наверное, хочется сказать, вы никогда не поймете, не пройдя через это, ну, люди, которые не занимаются спортом, не пройдя через этот путь, вы никогда не поймете в жизни, как это тяжело. Ну, правда. То есть я вот сейчас даже говорю, что-то плакать хочется от того, как это тяжело бывает. Когда у тебя нет силы, ты себя заставляешь, ну, как сказать, переступаешь через себя. Сейчас. Чуть успокоится. Насколько это тяжело, не пройдя это, люди не понимают, каково это. Ну, допустим, пример. У меня брат никогда не занимался спортом, и он все время, когда в детстве говорили, ой, Оле, там надо отдохнуть, Никита, иди там что-то сделай, он все время на меня обижался и думал, ну, почему она ничего не делает, мне приходится все делать, а Оля там на двух тренировках тренировалась, ну, условно, пришла устала. Но потом он понял, вот в прошлом году была ситуация, когда мы играли как раз-таки матчи с Паратоном, и у нас было два игровых дня подряд, то есть мы отыграли первый матч, выиграли, и мы сидели с братом дома, пили чай, и я сидела вот такая просто, вот так, ну, у меня не было ни сил, ни эмоций, но я вот так куда-то в точку смотрела, и он мне говорит, Оля, ты как себя чувствуешь? Я говорю, ну, нормально, наверное, я не знаю, ну, я устала. Он такой говорит, ты так плохо выглядишь, как ты завтра играть будешь? Я говорю, я на тебя смотрю, и я не понимаю, как ты завтра будешь играть, тренироваться утром еще, и играть вечером, говорю, я сижу, говорю, но я не знаю. Поэтому хочется обратиться ко всем тем людям, которые говорят, ой, да что вы там устали? Как бы, поверьте, когда ты там 20 лет занимаешься спортом, а с возрастом тяжелее восстановление проходит в любом случае, это очень тяжело, когда у тебя всего полтора месяца отпуска. Я еще раз хочу сделать акцент, всего полтора месяца. Очень тяжело, потому что, наверное, первый месяц ты вообще понимаешь, что ты просыпаешься, и тебе не надо на тренировку бежать. Вот так, наверное. Ну, первую неделю точно. Такой, а, тебе никуда не надо, а мне точно никуда не надо. Вот так вот. Потому что ты уже привыкаешь к этому графику постоянно. То есть ты просто, наверное, первый месяц головой отдыхаешь, даже больше, чем физически. А потом тебе уже говорят, все, надо, пора начинать к следующему сезону, уже готовиться, давайте, девочки, качайтесь в тренажерке, бегайте, прыгайте, а ты вообще не хочешь, а ты еще не отдохнул. Ты понимаешь, что у тебя, ну, как бы все равно, волейбол это же любимое дело. Хочется, как сказать, с желанием все делать. Даже, даже тяжелые сборы предсезонные, все равно хочется их проходить с желанием. Потому что ты понимаешь, что здесь закладывается, ну, вся физика на будущий сезон. Но когда ты себя заставляешь идти, и такой, ну, надо, надо, но без малейшего желания это очень тяжело. То есть в любом случае, любая тренировка, я считаю, должна все равно быть с желанием. Поэтому, а желание будет, когда человек отдохнет, когда он почувствует, что вот он отдохнул, он набрался сил, и все, теперь он может повершить дальше. То есть, а у меня не было просто в этом сезоне. И, как бы, приходилось по ходу, наверное, отдыхать уже тренировок, и как-то перестраиваться, то есть, в эмоциональном фоне, там, везде. И опять же, здесь меня назначили капитаном, и, то есть, это тоже какая-то дополнительная ответственность. И я понимаю, что мне и здесь нужно тоже себя немножко где-то подбадривать, то есть, чтобы, ну, показать то, что от меня ждут. Вот. И все равно, мне кажется, что, мне-то кажется, что, может быть, не так я играю, как, может быть, до этого играла хорошо. Мне хочется лучше играть. Вот так, наверное. То есть, я себя спрашиваю все равно. То есть, мне кажется, что я, ну, как бы могу лучше играть, но у меня не получается. Вот сейчас. Это делать, возможно, из-за того, что вот, где-то накопилось. Ну, ты делаешь выводы, зачем тебе тогда еще дальше играть, если ты не можешь показывать, ну, то, что от тебя ждут. Показывать такой волейбол, который от тебя ждут, который ты сам от себя прежде всего ждешь. Ну, и поэтому уже приходишь к тому, что, ну, надо отдохнуть. Наверное, уже пора. Уже пора просто отдохнуть и переключиться, наверное, чтобы соскучиться по волейболу. Ну, если даже не, ну, говорить не о завершении карьеры, даже просто, если говорить о каком-то отдыхе, то просто переключиться. То есть, от волейбола, чтобы по нему хоть чуть-чуть соскучиться. Потому что раньше в отпуске я всегда играла в пляжный волейбол. Я последние два года не играю. у меня просто не хочется. Уберите меня. Да, я не хочу, я не соскучиваюсь, не, спасибо. Я там один-два раза скажу, но вот так чисто подвигаться. То есть, даже настолько. А раньше я там какие-то турниры ездила, играла, там, по пляжному волейболу, где-то куда-то отдыхать ездили, ну, условно, там, в ту же Турцию, и там играли, в пляжный волейбол, везде там находили, где поиграть в свободное время. То эти два отпуска, ну, два года, получается, мне даже нет желания играть. То есть, я понимаю, что это не нормально, потому что я люблю пляжный волейбол, а то есть, значит, я очень устала. Ну, вот поэтому ты уже приходишь к такому, вот, как сказать, к такому шагу, чтобы пойти отдохнуть. Ну, давай тогда к приятному переходить. Обещали, обещали, собственно, подарок, и по ходу нашего этого диалога практически придумали задание. Я знаю, что лично, да, ты подготовила одному из наших зрителей календарь вот этот замечательный, красивый, да. Будет ли там автограф твой? Надо найти, вообще-то, мою фотографию. Вот такая календарь. Вот, собственно, вот такая красота достанется вам, и, собственно, давайте так. Вот эта девушка сказала, что она мечтает о путешествиях, и попробуйте угадать самую главную мечту, вот куда она хочет в первую очередь, в какую страну она хочет отправиться в путешествие, тем, кто первый отгадает, вот так вот вообще пальцем в небо фактически, вот, тому, собственно, Оле и подарит этот календарь. Оля, я хочу сказать огромное спасибо за этот выпуск, за это время, за это общение. Наверное, когда я готовился к этой программе, я не думал, что будет настолько, позволь себе слово, по-настоящему. Мне всегда хочется показать героев таким, какие они есть, потому что, вот, может быть, частично затрону тему, которую ты в конце говорил, да, все думают, что вам легко, что это классно, ты вышел, сыграл, тебе аплодирует полный зал, ты спокойно пошел отдыхать. Это не совсем так, и когда вас видишь на площадке, я специально говорил про твой характер, про твой стержень, вот, сегодня мы увидели чуть другую, вот, и это было невероятно круто, это было искренне. Я хочу тебе сказать огромное спасибо, это был 21-й, самый, наверное, искренний, самый настоящий выпуск проекта Лица волейбола. Спасибо, что были с нами, лайки, комментарии, мы обниматься, спасибо тебе огромное. Спасибо.